Стереотипов о женщинах за рулем автомобиля существует множество. Интересно, есть ли они о тех женщинах, которые управляют куда более массивной техникой? Об этом поговорим сегодня с пилотом Ларисой Остриковой. Здравствуйте. Ну и сразу давайте такой первый вопрос. Все-таки профессия пилота для многих, в понимании многих, не женское дело. Как вас туда занесло? Почему именно такой выбор? Это мечта. Расскажите, вы почувствовали это с детства, что вы хотите стать пилотом? Или когда проявилось этот момент? Наверное, с детства. Но основное желание возникло 4 года назад. То есть до этого у вас была какая-то другая профессия? Да. Инженер-технолог. То есть как от инженера-технолога перейти до пилота? Расскажите про этот путь. То есть вы когда-то проснулись, в один хороший день и такие, хочу летать. Или как это было? Да, мне всегда нравились самолеты. Я всегда смотрела на небо. И мне одновременно их боялась и восхищалась. Я думаю, почему я их боюсь? Наверное, чего-то не знаю. Надо узнать. Действительно хорошая ситуация. Так, в принципе, вам страшно показывать другую технику, ведь тоже захотите в ней разобраться. То есть, получается, вы в какой-то из дней решили стать пилотом, пришли домой и сказали своей семье, я хочу сменить свой образ жизни в целом. Как на это отреагировали? Примерно так и было, да. Это правда. Как на это отреагировал ваш семья? Он посмотрел и мне сказал, ну, хочешь? Я говорю, очень. Ну, давай. То есть семья отреагировала положительно. Отлично. И после этого вы, получается, куда-то пошли на обучение. Куда это? Сначала я нашла, где учиться. Да, вот, кстати, очень интересно. Где у нас? Вы учились в Оренбургской области? Нет. А где? В Башкирии. То есть вы нашли какой-то авиационный центр, я так понимаю, что-то подобное. И что было дальше? Я позвонила туда, я говорю, я хочу учиться. Что нужно делать? Мне дали телефон. Я позвонила, и все началось. То есть начались какие-то курсы сначала, я так полагаю? С вами велись какие-то лекции, занятия, что-то такое? Это прям обучение. Сначала идет теория, потом летные часы. Все. Это прям все очень серьезно. И знания, умения, навык там прям очень... Есть ли вопрос, для всех ли это? То есть есть ли какие-то проверки по здоровью, допустим? То есть все ли подходят под такую, скажем так, непростую профессию? Есть. То есть обязательно какая-то медицинская комиссия? ВЛЭК. ВЛЭК, это страшное слово. Что это такое? Врачебная, летная, экспертная комиссия. То есть там у меня в голове, знаете как? Я бесконечно далека от этой профессии. У меня в голове всегда возникает ассоциация что-то вроде с проверками космонавтов, когда вот их всячески вращают, что-то делают. Похоже ли это? Похоже. Действительно? Похоже. Я надеялась, что вы сейчас скажете, нет, Катя, ну это какие-то... То есть вас действительно как-то что-то там переворачивают? Что там происходит? Ну, не переворачивают прям так, но там стульчик есть, который тебя вращает, вращает, и нужно вот там встать, ровно стоять и вообще не шелохнуться. Ну, я так полагаю, вы сдали этот экзамен стульчиком? Да. Вполне себе хорошо. Да, я с третьего раза, ну... А сколько вообще длится обучение на пилота? У меня ушло лето и один месяц осени. И теперь, получается, вы можете управлять какими видами техники? Сверхлёгкими воздушными судами. То есть это именно... Давайте переведём на обычный язык. Это пассажирская какая-то авиация или просто вы можете управлять, грубо говоря, одиночным таким каким-то самолётом? Это авиация общего назначения. Ну что это, например? Ну это значит самолёт, допустим, саванна, на которой я училась. Это двухместный самолёт. То есть я могу кого-то с собой возить. Мужа возили? Нет, ещё пока не слышал. Он боится с вами едить или что? Нет, нет. А во время вот обучения, тоже такой интересный момент, вы наблюдали, то есть в основном девушки идут в это дело, мужчины или всё-таки поровну и какого-то такого равномерия? Мощь больше, конечно, да. Девочек у нас меньше дойдёт. А как вы считаете, почему? Наверное, потому что у женщины есть инстинкт самосохранения больше. У неё там вот надо и дома быть, наверное, может быть, детей воспитывается, а ей немножко ненормально. А вот не сталкивались с отношением со стороны именно преподавателей, допустим, или со стороны сокурсников, скажем так, с каким-то вот таким немножко предвзятым отношением? То есть не было всё спокойно? Знаете, как там? Там нет гендерного вообще признака различия вообще никакого. Там просто ты не женщина, ты пилот. Просто, опять же, вот у меня интересный такой вопрос. Я думаю, многие наши зрители, да и вы в том числе, слышали про различные стереотипы про женщин, которые управляют автомобилями. Ну, не будем их называть, да, здесь. Вот касательно техники побольше. Существуют ли они эти стереотипы? Ну, я не слышала. Никогда? Даже никто? Потому что туда уже приходят уже осознанные и другие совсем женщины, не как те, которые мы не сказали слово. И ещё такой у меня тоже момент. Насколько я знаю, в принципе, во многих разных профессиях существуют свои суеверия какие-то. Определённые. Ну, тоже там для каждой профессии что-то своё. Есть ли такие вещи в профессии пилота? Безусловно, есть. Но я говорить не буду. Да хотя бы одну. Чуть-чуть прям тайную. Чуть-чуть, чтобы... Нет. Вообще вообще нельзя. То есть есть какое-то тайное сообщество пилотов? Есть. Конечно. Так, замечательно. Вообще интересует меня такой ещё вопрос, что подготовка длилась, ну, получается, целое лето, достаточно такой немалый промежуток времени. Что было самым сложным за время? Наверное, может, то, что было самое страшное? Или что? Самое сложное. Нет, можете и то, и другое рассказать. Мне, как человеку незнающему, будет интересно об аспектах. Сложного, наверное, ничего не было. Я ждала, что будет сложно, а не было сложно. То есть настолько доходчиво всё нам объясняли, показывали. Это было всё очень просто. Плюс я постоянно была на аэродроме. Я постоянно была на аэродроме, я постоянно смотрела, наблюдала. Мне так было интересно. Мне было очень интересно. А страшное что было? Суваливание. Это что? Что это такое? Это был самый страшный мой страх. Самый страшный мой страх. Самолётик вот так вот поднимается, поднимается, когда угол атаки уже всё, уже закритичен. Он вот так вот уже всё, уже трясётся, весь трясётся. Если ты вот так вот не сделаешь, то всё. То есть именно нужно сделать резкий такой... Нужно понимать, чтобы как-то это правильно выходить из этого состояния. Это такое упражнение у нас было, да, и я прям боялась жутко. Но когда я это сделаю, думаю, блин, он звучит страшнее, чем... А что такого сложного? Что страшного? А получается как? Вас обучали изначально на каких-то симуляторах? Нет. Или сразу выпустили? Сразу смотрят. А каким был вот этот самый... Я, правда, даже не могу передать. Какие эмоции вы ощущали, когда первый раз вот этот прием сваливания, я так понимаю. С рядом с вами, наверняка, что... Это было еще занятие пятой, наверное, уже. Пятой? Пятой, да. Сразу такие вещи нельзя показывать. То есть получается, на первом занятии что вот вам рассказывали, что вам показывали? То есть вы уже сели в кабину, уже пощупали все кнопочки, рычажки или как-то было? Да, объяснили, что и как. Была наземная подготовка до этого. Нам объясняли, что, для чего, почему и зачем. А потом мы полетели. Вот, честно признаюсь, когда вы сели после вот этого объяснения в кабину и увидели в реальности все это, вы наверняка половину забыли точно того, что объясняли. Или все-таки настолько хорошо все это выучили, что могли прям экзамен сдавать здесь и сейчас? Кать, я правду учила. То есть летать с вами действительно не страшно, я так понимаю. Кать, я правду учила. То есть получается, у вас были какие-то занятия, я так понимаю, на каждом из них повышался уровень сложности. Да. Нужно было сесть на полосу без двигателя. Отключай двигатель, ты садишься на полосу. Это бы страшно смотрится, а на самом деле так классно. Прямо. Я вам поверю. Я вам поверю, что это классно. То есть отключая двигатель, человек, который находится в этот момент с вами... Ну, конечно, это инструктор делает. Отключай двигатель. У меня ладошки начали потеть. Как вы не боитесь? Как вы, допустим, ваша семья наблюдала за вами, летящей по небу, и не боялась при этом при всем? Катя, я больше боюсь здесь сидеть, честно говоря, чем в небе. Давайте с вами обменяемся, потому что я очень сильно боюсь сидеть в самолете, и я уверена, что очень буду потеть сидеть рядом с вами в самолете. Потом посмотрю на вас, я возьму тебя с собой. Звучит как угроза. В общем, очень интересно еще такой момент, что я слышала, что когда поднимаешься в небо, организм получает такую замечательную дозу перегрузки. Есть ли такое? Правда ли это? Если да, то как вы с ней справляетесь? Не от высоты на получать перегрузки, а от действий. От действий. От действий, да. В нашем случае перегрузки очень маленькие. Но там даже я испытываю от них огромное удовольствие. Даже от перегрузки? Ну, там единичка, полтора, два максимум. Так, а что такое единичка, полтора, два? Ну, это уровень перегрузок такой, понимаете? На истребителе 7-8, например. Вот я хочу на истребителе полетать, почувствовать перегрузку там. А как это ощущается? То есть вот для меня слова перегрузка, это что-то вроде, не знаю, усталость. Один-два, это как будто бабочки живут. Это когда самолетику так делают. А может ли человек, который, скажем так, не летает, ощутить это где-то в реальности? На что это похоже? Это ощущение невесомости. Секундное какое-то. То есть как будто бы очень высоко подпрыгнул и задержался? Да, да. То есть это уровень 1-2-3? Нет, 1-2. 1-2. И два, и три, и то много. А вы испытывали какое получается? Третье? Ну, двоечку максимум. Выше пока нет, но и настребитель скоро полечу и 7-8 будет. А где промежуточная? То есть 1-2, а 7-8? А вот эти вот... Вот я вот это время буду его нарабатывать. Ага, а каким образом? Это тоже какие-то тренировки? Тренировки, да. Расскажите, что это больше какие-то кардиоупражнения, что-то такое? Это и костюм специальный есть. А, тоже интересный такой вопрос. Опять же, аналогия с машинами, потому что для меня это одна такая наиболее понятная вещь. Многие автовладельцы называют свои машины какими-то там именами, прозвищем, ласточкой и так далее. Ваш самолет как-то называется для вас? Да. Как? Ласточка. Тоже ласточка? Конечно. У меня машина ласточка, самолет ласточка. Не путайте двух ласточек между собой. Интересный тоже у меня такой вопрос. Вот вы сейчас, получается, пилот общего назначения. Авиация общего назначения. Какие-то есть планы совершенствоваться в этом деле? Да. Хочу свой самолет. Хочу летать. Вот так мне вот, допустим, работаю, я работаю у себя, например, на работе. Сижу. Ох, что-то мне захотелось в Уфу слетать. Я так осела, план подала и полетела. Ну, как-то вот так хочется. Слушайте, звучит замечательно. Кстати, то есть, а как коллеги реагировали на то, что рядом с ними появился квалифицированный пилот? Не было ли вариантов по типу Лариса, а давайте мы куда-то с вами слетаем на отдых, ведь вы же теперь можете это организовать? Было. Было такое? Как вы отреагировали? Вы согласны всех возить? Да, они же моя стена, они же моя крепость. Пока я учился, они мне помогали и полностью замещали меня на работе. Я им очень благодарна. Они прям у меня умнички. А какая была самая интересная реакция среди людей, когда они узнавали, что вы решили получить вот такую дополнительную специальность? Самое интересное? Ну, тут такие слова нельзя говорить. Это были, скажем так, нецензурные слова, но выражающие что? Восторг, удивление или... Офигевание, наверное. Ага, то есть максимально, то есть вообще не ожидали. А если не секрет, это просто знакомые отреагировали или кто-то близкий, скажем так? Знакомые. Знакомые все-таки. А близкие знают. Но в основном, я так думаю, что все с позитивом воспринимают эти вещи. Слушайте, никто не спрашивал контактики, может быть, такие тоже хочу, почему бы и нет? Я могу дать. Где учиться и как это все происходит? Желающих вы за собой не повели нисколько? То есть не было людей? То есть прям люди, которые... Они реализовывали? Вообще я не говорила никому, когда училась, потому что мама меня боится летать, с Фёгором боится летать. Меня знали только муж, дети, пару коллег, несколько друзей. И поэтому мне приходилось быть совершенно инкогнито и это все делать. И сейчас... Ну, случайно узнали, я здесь. Я думаю, теперь они точно узнают. Это наверняка уже, это будут недогадки. Еще у меня интересный такой вопрос касательно вашего замечательного внешнего вида. Вот этот голубой костюм. Комбес. Комбес. Комбес, да. Он получается... Это какая-то часть вашей униформы? Вам это выдают? Мы сами его берем. У меня их таких три-два костюма. Куртка, штаны. Такого бежевого цвета, красивого, как ваше платье. И вот такой голубой мой любимый комбес. То есть вы его надеваете, когда вы летаете? Да. Или в обычной жизни тоже так? Нет, нет. Надеваю, когда летаю. Ну и, конечно, к вам и пришла. Я, кстати, обратила внимание еще за кадром, что у вас еще очень много другой атрибутики тоже с символикой самолета. То есть ваша вот эта любовь, она отражена... Давайте, наверное, покажем немножко телезрителям. Вот, например, вот такой вот замечательный браслет. Вот. Еще есть часы. Мне подружка подарила. То есть вы прям полностью, полностью олицетворяете собой любовь к самолету? Ну, наверное... Да. А как-то это отражается в вашем быту, допустим? Да, у меня на кухне здесь 6 картин с самолетами. То есть уже ваша семья знает, что, к сожалению или к счастью, но придется смириться с тем, что крылатые наши летучие вот эти вот существа, железные, будут повсюду и везде. Да. Третьяка у меня спрашивает. Мам, ты что хочешь на 8 марта? Я говорю, самолет. Мам, нормально, что-нибудь пожелай. Самолет, надеюсь, не настоящий или профилактика? А если сейчас пойдет информация, которую, скорее всего, я не пойму, а какой конкретно? Сверхлегкий. А какой конкретно, это уже... Это тоже секретик. Да, да. Это чтобы точно все сбылось, чтобы точно все получилось. Спасибо большое. Да, это самое замечательное. Ну и такой, знаете, вопрос уже, наверное, важный, я думаю, и для вас, и для меня, как для человека, которому действительно хочется узнать. Каким своим полетом вы больше всего гордитесь? Наверное, первым самостоятельным. Это было тяжело? Это было невероятно. Это было на рассвете. Он сказал, готово? Я говорю, готово. Что-то ты неверен сказал. Ты готова? Я говорю, готово. И на рассвете я мечтала полетать, а на рассвете, и на рассвете я полетела в свой первый самостоятельный полет. Это он запомнится, а всю жизнь останется в сердце. Всегда. И одна, сама, все это делаю. И было без сложностей, без каких-то жизней? То есть вы прям сели и почувствовали, как руки сами управляют? Да. Слушайте, очень завораживающе. Очень. Это невероятно. А вот ваши дети, они не говорят, что мам, вот тоже хочу очень сильно? Нет, кстати, не хотят. Не хотят. Вообще не хотят. Как на одного пилота в семье хватит. Действительно, есть уже кому возить на различные виды отдыха. Получается, для вас самолет теперь не просто что-то такое далекое, но уже такая ваша основная часть жизни, без которой вы жизни не представляете, так? Давайте самый последний вопрос. Не жалеете ли вы о том, что вы, в принципе, решили вот немного поменять свою жизнь? Кать, вообще ни разу. Дальше только будет интереснее и лучше. Вот, я думаю, с этими словами как раз-таки мы и завершим. Наши дорогие телезрители, я думаю, тоже поймут, что главное в своей жизни никогда не бояться делать и изучать что-то новое. Да, да, это точно. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Катюш. Очень приятно. Спасибо вам большое. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин